Всем привет! На обзоре сегодня такая вот Leica 90mm f2 с байонетом Leica M. Это третья версия данного объектива. Она выпускалась с 80-х по 98-й год. Компактная, увесистая, весит почти 500 грамм. Хорошо изготовлена. Кольца фуксировки и управление диафрагмой металлические. При интенсивной работе немного натирают руку. Версия из обзора с диаметром фильтра на 55 мм и изготовлена в Канаде. У объектива есть выдвижная телескопическая бленда. В активном положении бленда фиксируется плохо. Конечно же на корпусе есть разметка с дистанцией фуксировки в метрах и футах и шкала грипп. Кольцо фуксировки вращается на 180 градусов, а минимальная дистанция фуксировки ожидаемо составляет всего 1 метр. 1 метр для корректной работы с дальномером. Фокусировка плавная и приятная. Во время фуксировки передняя часть объектива выезжает вперед, но резьба под светофильтр не вращается. Диафрагма состоит аж из 11 лепестков, которые формируют достаточно круглое отверстие. Кольцо управления диафрагмой вращается со щелчками. Между каждой парой чисел, нанесенных на кольцо управления диафрагмой, есть по одному промежуточному значению. Само собой объектив использует просветленную оптику, а оптическая схема у объектива состоит всего из 5 элементов в 4 группах. Эта же оптическая схема используется у объектива для зеркальных камер Summicron R. Из недостатков можно выделить, что в некоторых местах фаски линз плохо зачернены. Ну а дальше посмотрим, как объектив ведет себя в реальных условиях съемки. Здесь в Lightroom у меня показаны фотографии на Sony A7 и эту лейку. В основном я снимал на диафрагме f2.0. В общем и целом 90 мм фокусного расстояния, особенно для лейки, это фокусное расстояние под портрет. Это классический портретный объектив и со своими задачами он справляется достаточно хорошо. Должен отметить, что пару месяцев назад у меня на обзоре была похожая лейка, тоже 90 мм f2, под зеркальный байонет лейка R, построенная на той же самой оптической схеме. И объективы оптически очень похожи между собой. Я бы сказал, что практически ничем не отличаются. В том числе у них одинаково плохо зачернены некоторые фаски линз. И рисунок, резкость и работа в контровом боковом свете практически одинаковы. Собственно у меня было дежавю, потому что с этим объективом я попал в ту же студию, в ту же локацию и получил примерно такое же качество изображения. В общем и целом погнали. На f2.0 объектив умеренно резкий. Он неплохо справляется со своей портретной задачей. Под портретом супер резкости не нужно, но в то же время у нас есть детали. У нас деталей достаточно для того, чтобы не чувствовать каких-то проблем в обработке. И объектив имеет свой приятный характер, свою приятную картинку. В первую очередь он делает такие вот лимончики, сплющенные диски нерезкости по краям и углам изображения. Это такая особенная черта многих подобных объективов. Хорошо или это плохо не имеет значения. Это уже больше дань классики. Само собой объективы есть в хроматической аберрации. Особенно они сильно заметны в краях и углах изображения. Здесь вот например видно, насколько сильно дальний угол забит хроматизмом. При этом эти же хроматические аберрации можно легко получить например на той же портретной съемке. Здесь у меня портретик на f2.0. У нас хорошая разрешающая способность, но вот здесь в деталях на этой люстре видим много некрасивых хроматических аберраций. В общем и целом хроматика не сильно портит фотографию, но она присутствует. На дальних дистанциях фокусировки объектива также нет проблем. Ну несмотря на то, что вот снова здесь фрижинг есть. Но на дальних дистанциях фокусировки даже на f2.0 присутствует достаточно высокая разрешающая способность. Например здесь также f2.0 и краями и углами изображения разрешалка проседает слабо. Если смотреть на тестовые таблицы, то в объективе снова уже все очень хорошо. И как и в обзоре зеркальной лейки под Bnet Leica R, я повторюсь, что я не нашел какой-то изюминки у объектива. То есть он просто хорошо снимает, у него приятные нейтральные боке и собственно такой вот нейтральный рисунок. В целом он хорош, он может не отвлекать наше внимание от основного элемента в кадре. Минимальная дистанция фокусировки всего 1 метр, но даже с 1 метра можно снимать небольшие творческие зарисовки, небольшие предметы крупным планом. При этом дальний план очень сильно размыт, здесь фотография с импульсным светом и получать такое вот в боке, такие диски нерезкости. При этом даже на минимальной дистанции фокусировки на f2.0, несмотря на то, что у нас очень малая глубина резкости, разрешающие способности достаточно для комфортной съемки. И если подвести какой-то итог, то это в целом хороший объектив, но без какой-то изюминки. У него есть свои недостатки, есть достоинства. По данным роликам есть ссылка на мой детальный текстовый обзор и ссылка на исходные RAW файлы с этой соньки. Можете скачать, посмотреть, посмотреть насколько на f2.0 те же портреты для вас будут уместными, сколько деталей, либо сколько хроматики он дает, принять свое какое-то решение. А сегодня с вами был Аркадий Шаповал, всем пока и до новых встреч.